Право управлять многоквартирными домами теперь нужно заслужить. В Самаре представители и руководители управляющих компаний сдают экзамены в лицензионной комиссии. Своего рода аттестат зрелости с этого года коммунальщикам необходим. Это одно из условий получения лицензии, наличие которой дает право работать на рынке ЖКХ. Лицензию можно получить на территории одного субъекта федерации и работать только в этом субъекте федерации. Если к нам завтра придут, после 1 мая придут управляющие компании, имеющие лицензию, допустим, в Саратовской или Ульяновской области, она у нас уже не может работать. Экзамен уже сдали более 400 человек. Около 50 на него не явились. А вот у тех, кто испытания не прошел, таких более 40, сбудется мечта нерадивого студента. Пересдавать экзамен можно бесплатно и бесконечно. Но аттестат не единственное условие для получения лицензии. Руководители управляющих компаний должны подать в госжилинспекцию заявление. Автоматически разрешение никто не даст. И предоставить всю необходимую информацию о своей работе. Лицензия выдается именно на деятельность организации, а не на саму управляющую компанию. Мнение жителей тоже будут учитывать. Местная администрация обязана предупредить жильцов, что их управляющая организация желает пройти лицензирование. Им дается 30 дней на принятие решения. Они в течение 30 дней имеют право отказаться от услуг данной управляющей организации. Не мотивируют это как-либо. Просто не хотим с ней работать. Могут принять такое решение на общем собрании. В том случае, если к нам жилищный инспекция посылит протокол общего собрания, что жители некоего дома отказались от услуг своей управляющей организации, данный дом автоматически исключается из средств данной управляющей организации. Если из реестра управляющей компании исключат 15% от общей площади всех домов, разрешение аннулируют. В лицензионной комиссии поясняют, получить документ легче, чем его удержать. Главная цель, чтобы жители могли влиять на работу управляющих компаний и требовать то, за что они платят. По закону, с 1 мая ни одна управляющая организация не сможет работать без разрешающих документов. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.